Яркое солнце, легкий морозец. Таковы погодные реалии 2 воскресенья марта дня, когда с 2010 года в Ульяновской области традиционно проходит межрегиональный Симирский лыжный марафон. День хороший, но такая рассыпчатая, сыпучая, местами лед прям глянется, я не знаю, можно упасть, некоторые парни там падали, спотыкались, я тоже вроде не падал я, спотыкался как бы, тоже в напряжении все время ноги. Эту лыжню к марафону готовили фактически всем лыжным миром Ульяновска. За несколько дней до старта в регион пришла отепель, снег на базе Заря-Улгу стремительно таял, часть 4-х полометровой трассы пришла в негодность. Проведение соревнований оказалось под угрозой. Участок в километр, можно сказать, просто его не было. Около 300 спортсменов от мала до велика приняли участие в 8-м симбирском марафоне. Среди них не только лыжники, но и биатлонисты, в том числе 16-летняя Анастасия Батманова, победительница нынешней всероссийской спартакиады учащихся России. Неделю назад она выиграла в Саранске спринтерскую гонку с двумя огневыми рубежами. В одном плане мораль тяжелее. Настраивать себя, психологически справляться очень сложно. А лыжи надо фигачиться. По родной Ульяновской трассе Батманова практически летела и выиграла забег на дистанции 15 километров среди девушек. Ее победный порыв на дистанции 30 километров среди юношей поддержал Дамир Олимбеков. А среди женщин выиграла еще одна ульяновская спортсменка Дарья Салюкина. Правда, на самой престижной дистанции 50 километров ульяновцы остались вне пьедестала. Лучшее время среди хозяев трассы показал Александр Разубаев. У него седьмой результат и первый 50-километровый марафон в карьере. Ранее более 30 километров, признается сам спортсмен, не бегал. На тридцатке более как полегче было, как сказать, и психологический настрой другой на 50 километров. На 30 километров все-таки маленькая дистанция. Героем же 50-километрового марафона стал главный фаворит соревнований Артем Николаев из Катарстана. Член сборной России по лыжным гонкам. Несколько лет назад он выиграл всемирную зимнюю универсиаду. Ныне входит число ведущих гонщиков страны. Лидерство он захватил с первых метров дистанции и уверенно пришел к финишу первым. Всегда, каждый раз приходится выкладываться на полно, чтобы добиться каких-то высоких результатов. Николаев действительно показал очень высокий результат. По сотне километров он промчался за 1 час и 48 минут. Это рекорд Симирского марафона. Перезайти его можно будет теперь только через год на 9-м Симирском марафоне. Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды.